Вы знаете, я считаю, что Великобритания пока не вышла из Евросоюза, она проголосовала за выход, но я думаю, что британские элиты вместе с европейскими элитами, американскими элитами не позволят британскому народу выйти из Евросоюза. Я думаю, что, во-первых, начнутся переговоры о новых условиях для Великобритании, об условиях выхода из Великобритании. Эти переговоры могут занять несколько лет, а Камерон говорил уже о семи годах такого рода переговоров. За это время возникнет несколько обстоятельств. Во-первых, немного качнется в сторону сторонников сохранения в Великобритании, в Евросоюзе, общественной мнении, скажут, что нельзя же выходить, когда общественное мнение. Давайте опять будем переголосовывать. Во-вторых, Шотландия и Северная Ирландия поставят своеобразный ультиматум, что они выходят из Великобритании, если будет сама Великобритания выходить из Евросоюза. Поэтому я думаю, что не надо предупреждать британскую демократию. Там долю граждан спросили, подсчитали правильно голоса, без форсификаций, но правительства не будут действовать в соответствии с волей вот такой граждан Великобритании, тем более, что она всего-то в несколько процентов там оказалась перевес в одну сторону. Поэтому я полагаю, что Великобритания из Евросоюза выходить не будет. Евросоюз не свалится, поскольку он очень выгоден элитам, он очень выгоден большинству граждан. Граждане не хотят, чтобы Евросоюз развалился и их страны вышли. Граждане хотят, чтобы просто Евросоюз трансформировался. Чтобы в Евросоюзе, в Брюсселе больше думали о гражданах и немножко поменьше о бюрократах и олигархах. И вот такая драма отношений между большинством граждан Евросоюза и его правящей евробюрократии, это противоречие, хранится достаточно долго. Будет очень много конфликтов, реперендумов, ультиматумов. Но, в принципе, сам Евросоюз не развалится. Другое дело, что будет происходить в некотором смысле расщепление Евросоюза. То есть часть его останется в нынешнем положении конфедеративного Евросоюза, а ядро Евросоюза будет идти дальше в направлении большей интеграции, в направлении федеративного Евросоюза. Я думаю, что в таком федеративном Евросоюзе окажутся Германия, Франция, Италия, страны Бенилюкса, ну, возможно, кто-то еще. Таким образом, будет как бы твердое ядро Евросоюза и такое большое облако вокруг него.